Для меня большая честь, когда демократическая партия, такие персонажи, как Плохотнюк, как Лупа, Мариан, на меня нападают, когда их блогеры меня критикуют, когда их медиаресурсы меня критикуют. Это для меня большая честь. Если бы они меня начали хвалить, я бы тогда задумался, где я ошибся и что я неправильно сделал. А раз они меня критикуют и ругают, значит мы на правильном пути. Что касается самого Мариана Лупу, он где-то заявил, что я якобы работаю за вознаграждение. Наверное, он судит по тому, как организованы дела в их демократической партии. Там все делается за деньги. И люди говорят, что сам Мариан Ильич взял у Плохотнюка отступные в сумме 2 миллиона евро за вредность. Потому что для него эта компания, она действительно вредная. Он самый такой смешной, комический персонаж в этих выборах. Куда он не приезжает, люди кричат вор, вернее миллиард, закидывают его яйцами. Ну, конечно, это вредно. Человек нервничает. И Плохотнюк, конечно, должен ему компенсировать. Ну, не молоко за вредность давать. Вот пару миллионов евро, это для Лупу, наверное, нормальная сумма. Вот Лупу, действительно, он просто смешной. Понятно, что он вообще никто на этих выборах. Это марионетка Плохотнюка. Плохотнюк сам признался, что он будет тащить Лупу во второй тур и дальше, может быть, победе. Но они могут это сделать только через грубые фальсификации. Потому что реально это просто невозможно. Ну, и я представляю себе эту картину, тоже смешную, когда Плохотнюк, который, в общем-то, карлик, у него там рост 150 сантиметров, он ходит на каблуках высоких, чтобы выше казаться, такой координатор на лабутенах. И вот этот Лупу 2 метра, 2 метра деболбоч, как назвал его бывший шеф по партии Воронин, он вот свесил ноги с Плохотнюка до пола. Это, конечно, смешно, когда Плохотнюк тащит Лупу на эти выборы. Лупу, ему уже придумали люди прозвища на эти выборы. У нас есть Люда, это Михаил Федорович Гимпу, а Лупу у нас теперь Мила, это подружка Люды. Марьяна Ильич, Лупу, вот это Мила. Вот он везде ездит, везде люди его оплевывают, закидывают тухлыми яйцами. Они в ЦИК пишут, что это я все организовываю. Но они просто параноики, что каждое тухлое яйцо в Лупу метает Чубашенко. Они просто больные люди. И, конечно, ему тяжело. Вот сейчас началась кампания, кто еще не бросил тухлое яйцо в Лупу. Вот она началась, и, конечно, его везде встречают. Он переживает и говорит какие-то глупости про нашу партию, про ее кандидата.